Всем большой привет! Майский холодный привет! Дождливо-снежный у нас, представляете? Идёт и дождь, и снег. Сначала снег, теперь дождь, ветер. Вот такая вот погода в мае отвратительная, да, как будто вот девятый месяц зимы нескончаемый. А я сегодня к вам с заказом от Фаберлик. Немножко порадуемся. Сначала покажу бытовую химию. Хочется тепла, хочется солнца, хочется лета. Нас недельку это всё порадовало и потом куда-то исчезло. Цветы распустились, тюльпаны распустились. Нарциссы тут как раз успели отсвести, радовали целый месяц, апрель, молодцы. А вот тюльпанам не повезло. Бедные стоят там, мотаются на ветру, колыхаются, не знаю, колышутся, что там с ними будет, выживут, не выживут. Прям очень жалко. Погода, конечно, ещё неделю вот эта вот тоже будет очень дурная. Одно расстройство. Короче, у нас светлая седмица, расстраиваться не будем после Пасхи, да. Всем Христос воскрес! Будем радоваться жизни, что нам ещё остаётся делать и молиться, просить Господа, чтобы послала нам уже хорошую погоду, солнечную. Сажать уже нужно, да, грядки. Картошку я ещё не посадила. Хотя посадила лук. А вот не знаю, что с ним будет. Может быть, в стрелы пойдёт. Ну, и морковь со свёклой тоже я уже посадила. Но им, наверное, ничего не будет. В теплицу тоже ещё ничего не высаживала, только воткнула огурцы и посеяла капусту. В общем, не знаю, девчонки, у меня прям такое по погоде такое немножко противоречие, да. Да, и смешно, и немножко грустно, потому что снег шёл сегодня. Красиво, конечно, это смотрелось на зелёной травке, да. Ну, ладно, перейдём уже к Гримли Биогель для очищения туалета. Плавненько переходим. Он у нас сейчас идёт с колоссальной скидкой, по-моему, 179 рублей по каталогу. Его потому что распродают, а он мне очень нравится. Вот сейчас тоже мыла сантехнику, и я на пробу покупала от Биомио, значит, гель для унитаза, потом для ванной такой спрей. Что-то ещё для... А, нет, только два, наверное, средства я покупала для окон, там другое было, из другой фирмы. Ну, для унитаза ещё ничего пойдёт, ладно. Но для ванны больше я брать не буду от Биомио, вы знаете, столько пены, столько пены. Я чуть-чуть уже просто вот один брызг, и ты эту пену будешь смывать три часа. Три часа я смывала пену. Вот каждый раз уже вот, который раз я мою сантехнику этим средством и плююсь. Но это невыносимо. Ну, блин, Биомио, вы что, вот сделали вот просто, я не знаю. От одного брызга столько пеновым, но у нас ещё мягкая вода, её фиг смоешь, короче. Нет, это не для меня. Гринли, да, для ванны тоже я покупаю синенькое от Фаберлик. Средство именно синенькое мне нравится. Больше не зелёненькое с эффектом антиналёта, нет, мне это не нравится. А вот синенькое, да, буду продолжать брать его. Это я просто на пробу брала, вот другие бренды, да, попробуют. Но возвращаюсь опять к Фаберлик. Потому что цена, качество, да, соотношение вот это вот мне очень нравится. Не вонючая, нет вот этой вот кучи пены. Всё прекрасно смывается, очищается, замечательно. Следующее из бытовой химии. Одно средство я вам покажу. Вот такой вот опять шампунь пятновыводитель. Это у нас висело в распродаже по срокам годности. Ну, я тут им маленько подзапаслась. Сделан в июне 22-го года. Да ничего ему не будет, я считаю. Пусть стоит и как бы по хорошей цене набрала и буду пользоваться. Да, коврики чистить и всё такое. Да что угодно можно им чистить. Эта серия тоже мне очень нравится. Также набрала я кучу мыла по скидкам. Вот именно такое распродавали. Взяла 10 штук. Не буду, наверное, доставлять его. Вы мне поверите, да, что у меня 10 штук. Но я тут уже одно, наверное, отдала. Некоторые позиции отдала клиентам. У меня ещё заказывали серию «Лето» охлаждающий. Там лосьончик после загара. Потом крем для лица, для загара. И ещё спрей-масло для тела, для загара. Так, и потом ещё средства для мытья посуды тоже. Три штучки заказывали. Вот мыло три штучки заказывали. Потом гель-пляж тоже большой заказывали. В общем, я тут половину отдала. И полоски. Хотя полоски ещё не отдала. Вот они вот так. Опять отрисую вас. Штатив, неудобность здесь немножко. Такие полоски. Ещё одна вот клиентка заказала. Надо ей теперь заказать. Я не пробовала. Хотя раньше пробовала. Да, были у нас такие вот, которые давно я пробовала. До переупаковки вот в такую вот серию. Ну, у меня как таковых чёрных точек нет. А вот у кого они есть, да, вот пользуются. Ну, не знаю, значит, нравится. Не знаю. Ничего не могу сказать. Так, значит, шампуни набрала у нас сейчас акция. Также идёт на серию. Вот эту вот народную серию. Там крапива, алоэ, мёд. Девчонки, я брала больше. У меня всё уже забронировано. Я уже отложила. И мёд там у меня, наверное, штучки 4 было. Да, и алоэ штучки 2 было. И вот крапивного было, наверное, 4. Вот осталось 3. Кстати, крапивный шампунь мне понравился именно для моих волос. Я думала, он будет там сушить волосы. Нет. Он, мои волосы волнистые, склонные к волнистости, да. Он их кудрявит. И так прекрасно он их кудрявит, что ни один шампунь мне так красиво не вьёт кудри мои. Вот честно. Поэтому у кого вьются волосы, я рекомендую крапивный шампунь. Попробуйте. Мне он очень понравился. Поэтому себе я тоже флакончик взяла. И попробую алоэ и мёд. Мне прям захотелось после крапивы попробовать всё и остальные серии. Так. По срокам также я взяла одну баночку на пробу ночного крема Dream Therapy. Вообще эта серия мне не нравится. Честно говоря, у неё и составчик так себе. И вот этот запах какой-то надоедливый нет. Ну, один взяла попробовать. Недорог он там стоил 220 что ли рублей. Ну, попробую. Просто чисто ради интереса взяла. А так не нравится мне эта серия. Ничего хорошего у меня нет. Аллергия у меня вызвала вот именно, по-моему, крем вокруг глаз. Но у меня много что вокруг глаз вызывает аллергии. Я прям не могу себе подобрать. Я уже сейчас даже пользуюсь не вокруг глаз кремом конкретно, да, предназначенным, а просто питательным кремом. Мажу вокруг глаз. У меня прям это такое... Не знаю, из-за чего там у меня возникает краснота и шелушение. Так. Вот такой вот он. Ну, здесь у нас, по-моему, есть заглушечка. Я не буду открывать. Беленький. Видно, что он беленький, кремовый. Будем пробовать. Кто пробовал, напишите, как вам питательный или что ночной должен быть питательный, да. Ну, попробуем. Вдруг хороший. Так. Пены набрала, которые меняют цвет детские. Это я по купонам. Да, тут у меня кое-что по купонам будет. Я уж не буду акцентировать. Потом человек посмотрим. Если цены ниже каталога, то это было по купонам. Вот полоски, помню, по купонам. Взяла тоже пять штучек пен по купонам. У меня, по-моему, двадцать с чем-то было купонов. Или восемнадцать. Восемнадцать, наверное. Все сразу использовала. Добила все, ну, свои баллы вот за период до ста. Чтобы уж потом, у меня в этом периоде, не делать больше заказов. Вот. Пена эта стоит всегда дороже, чем остальные детские средства. И поэтому я именно на ней акцентировала свое внимание. Вроде как ее и детям у меня берут, тоже частенько спрашивают. Поэтому пусть будет запас. Также взяла новиночку. Вот такой вот травяной сбор желчегонный. Две штучки взяла его. И контроль веса взяла. Там, по-моему, акция 3 равно там 2. Как-то так. Буду пробовать. Вот такой вот здесь состав. Травки. По утрам можно желчь погонять. Я обычно лимон пью с утра с водой. Он тоже хорошо желчь гоняет перед едой. Да, но и конкретно такую воду пью перед едой. И именно вот такой вот чай, я думаю, что его тоже желательно бы перед едой пить. Натощак. Чтобы он перед едой вам желчь выделил. Ну вот не знаю, войдет мне перед едой, значит перед обедом будет. Потому что перед завтраком я чай такой как бы не могу пить. А, да, контроль веса, вот такой вот состав. Ну чисто пусть будет. Иногда я пью его. Пью разные, чередую. Мне они нравятся. Хорошая вот эта вот серия травяных. Травяного чая. Нет у нас, по-моему, множественного числа. Чай и, да, нельзя так говорить. А именно нужно единственное число стараться употреблять. Травяной чай. Так. Следующий я набрала по прихватке. Сейчас маленько отъедем. Это у нас тоже распродажа была. Четыре пачки я, наверное, взяла где-то еще у меня. Или три. Нет, три. Хотела четыре. Видимо, удалила, чтобы лишних баллов не захотела выбирать. Они были по триста по каталогу. Хорошая цена. У меня такие есть в использовании. Мне очень нравится именно такая расцветка. Поэтому я взяла на подарки на Новый год. Почему бы и нет? Они вообще такие универсальные, что можно на любой Новый год их дарить. Здесь две штучки. Мне они нравятся. Сделаны в Ивановской области. Хорошие качества. Сейчас я пользуюсь клеточкой. И зелененькие у меня есть еще с такими листочками, цветочками, как скатерть. Тоже очень нравится. Следующая позиция – это тряпочки для стекла, салфеточки. Нравится мне вот эта тряпочка. Она, мне кажется, как-то лучше моет зеркало, стекла. Меньше разводов. Поэтому взяла такая хорошенькая, удобненькая, мягонькая такая. Понравилась. Так. Следующая позиция. Это у нас тоже была здесь акция. Три по цене. Или... Ну да, три по цене двух, как правильно сказать. Вот, нравится мне такие салфетки, беру ребенку. В общем, взяла три. Не буду уж показывать. Так. Потом. Вот такие вот органайзеры взяла пока есть для витаминок. Значит, у меня уже есть такой. Я пользуюсь. И у дочки есть. Мы их подписали здесь. Там я, там вторая. Она, чтобы не запутаться. Я сразу с утра витаминки раскладываю. Вот. И мы в течение дня как бы употребляем каждый свои. Они там нигде не валяются. А лежат приличненько. Вот в таком симпатичном органайзере. Не нравится он. И вот взяла. Что такое? Ускакал. Ой, сложно какой открыть. Поначалу, видимо, сложно открыть. Вот. Теперь сыну взяла. И одну в запасе к себе, наверное, возьму. Либо мужу. В общем, не знаю. Пусть будет у меня четыре. Пригодятся. Здесь я утренние кладу. Здесь в обед. Здесь вечерние. Они уже знают, что вечерние. Там, допустим, здесь лежит. Да. В конце утренние здесь. Ну, они все равно там переспрашивают, что выпить. Там омегу, допустим, кладу вот сюда в обед. С утра кладу эль-карнитин какой-нибудь, который пьется для бодрости. Да. И чтобы... Не буду рассказывать, для чего. Там много всяких этих позиций. Да. Для чего там пьется каждый витамин. Это я говорю вам просто допустим. И вечером, допустим, кальций у меня лежит. Кальций плюс К2. Там есть бат такой. Фаберлики. Они сейчас тоже у меня его пьют. Вот. Ну, и там чередуем. Я всегда витамины чередую. Пропьем курс там, допустим, одних. Потом начинаем курс других. Ну, вот так вот. Профилактические дозы небольшие. Да. Мы пьем. Нам нравится. Поэтому витаминницы, вот такие вот таблетницы, органайзеры. Очень удобненько. Также акции у нас были на зубную пласту. 200% взяла. Тоже много позиций, наверное, штук 7. Кстати, я, наверное, ее взяла по купонам. Да. Она по купонам выходила дешевле, чем она сейчас по акции. Так, чеки посмотрим. Тоже много взяла. Что еще? Бальзамчики взяла. Под заказ у меня был антиэйдж один. Тоже их, по-моему, брала по купонам. Но чисто, чтобы потратить купоны. Такие вот. Выходило подешевле, может, рублей на 10, чем в каталоге. Ну, в принципе, у меня была цель потратить купоны. Да и баллы здесь давались больше, чем в каталоге берешь эти продукты. И чуть-чуть подешевле. В общем, приятненько. А это вот, по-моему, детские 3+. С чем? С чем не помню. А с чем он идет? Апельсин. Так. Также набрала вот у нас по акциям. Бонус за покупки. Шли вот такие вот кремики. В общем, уход для рук. Там шаг 1, 2, 3. Серия Гран-при. Первый шаг у нас идет химический пилинг. Сейчас я его где-то отыщу. Второй шаг идет. Тонкая шлифовка. Это скрабик. И третий шаг. Это либо жидкая перчатка. Я вот ее, наверное, на дну взяла себе на пробу. Но это как защитный, наверное, крем. Вон тонкой пленочкой ложится. И можно делать дела там какие-то, да. Либо идет вот такой вот крем. Формула омоложения. Это тоже шаг третий. Это уже увлажняющий, питательный. Вот такие вот. У меня уже половину забрали. Тоже их много было. Поэтому показываю вам не все. Так, юбочка. Кстати, у меня была юбочка детская. Я забыла ее вам показать. Принести. Вот. Трикотажную юбочку я брала по распродаже. Можете загуглить вот такой вот артикл. Я не знаю, есть он или нет. Сейчас всего лишь 143 рубля плюс 9 рублей доставки она мне досталась. Юбка классная. Трикотажная. Синенькая такая с кармашками. В общем, в школу ходить милое дело. Не знаю, есть она там сейчас или нет. Также покажу вам бизнес-аксессуары. Так как мне сейчас разрешили заказывать по три бизнес-аксессуара за период. И вот уже второй раз я заказываю. Ну, конечно, скоро я, наверное, уже не буду заказывать. Пока все это мне наберу. Ну, да. Ну, вот решила уже взять визитницу. Такая вот розовая. Под кожей здесь сделан. И вот такие вот тут карточки какие-нибудь. Либо визиточки, да, кладешь. Так вот они кладутся в кармашки. Здесь не считала сколько, но достаточно много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, шестнадцать. Такая симпатичненькая. И ручки взяла. Вот с ручками засада. Там написано ручка красная, ручка фиолетовая. Так я думала, что и пасты так будут красненьким, фиолетовым. Я люблю разноцветные пасты. Так нет, они все синие. Представляете, какая засада? Синие. Я не знаю, почему так сделали. Но это, конечно, разочарование. Почему фуберлик вы так сделали? Я пасты хочу разноцветные. Но это правда как-то смешно, честно говоря. И пробнички я заказала. И пробнички я уже положила вот в такой вот, в свой органайзер. Так, и как вам мне их показать? В общем, органайзер открывается. И у меня тут пробнички лежат. Но не буду вытаскивать, тут у меня женские лежат. Какие я заказала? Алатау заказала. Это такое, знаете, здесь есть мужская такая нотка какая-то. Это, видимо, либо кедр, либо лаванда. Вот так вот как-то вот пахнет. Ну, на любителя такой аромат, конечно, не мое. Вот все ароматы, которые я заказала, кроме, наверное, Пурту Журы и Футурии, не мои. Я еще заказала именно те, которые сняли, именно которых флаконов уже не купишь даже на сайте. А пробнички пока еще есть. Ну, чтобы напомнить как-то себе, да, как они пахли, все равно забывается. И вот взяла. Потом вот этот вот Аора. Аора – это тоже такой, знаете, в ретро уходящий какой-то такой, я не знаю, специфический ретровый. Ну, в стиле Шанель, может быть, туда куда-то уходящий, в старую классику какой-то такой аромат тоже не мое. Что у меня тут еще? Хаберлик. Арванта. Арванта тоже все-таки не буду я полный пензакон брать, потому что не мое. Йот и бинты все-таки так мне и слышат вот этот вот слащавый. Нет, аромат, ну, кстати, променад. Вот променад мне удивительно, но понравился. Но он тоже в ретро, но, знаете, он мне унес меня в подростковый возраст, когда я начинала пользоваться парфюмом. И, видимо, у мамы был такой похожий парфюм. И вот я прям вспомнила этот парфюм, когда нанесла променад. Вот он именно так пахнет, как раньше у меня. Ну, тоже, видимо, такой ретровый, но он приятненький. Здесь и акватика, здесь и цветочки какие-то, видимо, белые там такие цветочки. Здесь еще лотос есть. И вот магнолия, наверное, все-таки мне как-то улавливается. Почему он мне понравился? Потому что я вообще магнолию люблю. И вот здесь вот мне кажется, она как-то тонко, но чувствуется. Конечно, такой аромат тоже на любителя специфический. Но вот мне из-за ностальгии он мне понравился. Имеет место быть у меня, да. Что еще? Пондор взяла. Пондор у меня был, полный флакон отдала сестре. Не смогла им пользоваться. Он такой слащавый. Действительно, сухофрукты вот эти пересладкие. Курагай, что-то тоже опять ретровый, старошкольный. Нет, все-таки это тоже не мое. Фортуната вот нравится. Здесь вишня прям такая сочная. У меня есть полный флакон. Взяла, задублила еще. Он нравится. Инкогнито вообще тоже не понравился. Не знаю, что мужской. Вообще мне мужские не понравились. Очень редко мне в Фаберлике какие-то нравятся мужские. Взяла вот Адреналин новенький. Вот он у меня тоже тут есть с другой стороны. Опять же, вот уходящий куда-то вот в перцовость какую-то. Не знаю. Вот все какие-то не похожие в Фаберлике. Не мое. И мужу моему тоже не нравится. Ни один аромат еще от Фаберлик мужу мне не понравился. Футурия мне нравится. Почему? Потому что здесь вот есть ощутимая нота магнолия плюс пудровость. И мне он напоминает, я уже говорила, от Ланком Миракл. Ну, есть какие-то отголоски. Прям вот такие пересечения какие-то. Поэтому он мне нравится. Портужор. Клиентка у меня один заказывала, один себе взяла. Ну, такой цитрусовый легкий на лето поливашка нормальная. И еще у меня здесь Бьюти Кафе Каприс. Ну, это тоже такой компотик. Кто любит сладковатые компотики, да. И вот здесь у меня мужские три пока лежат. Ну, я все раздаю. В основном инкогнито не понравился, адреналин и Юдашкин. Юдашкин тоже, кстати, нам... Мне-то нравится вроде бы вот из всех мужских фаберлики парфюмов. У Юдашкин нормально идет. Но он тоже такой, знаете, и перец там есть, и кофе, и... Может быть, даже нотка шоколада. В общем, какой-то такой дымность какая-то. Мужу мне не нравятся такие. Так что нет. В общем, все, наверное, на этом мой заказ. Ну, он большой достаточно, но быстренько я так пробежала. Кто хочет зарегистрироваться, пожалуйста, у меня ссылочка всегда в инфобоксе, либо в Телеграм проходите. Там мне вопросики только также можете позадавать. Я всегда выставляю туда и фотки, и ссылки какие-то на товары, да. Так что там тоже набирается группа девчонок. Привет вам, кто меня смотрит оттуда. И посмотрим чек. Полоски 110. Биогель мне вышел по 133 рубля. Серия ухода за руками по 73 рубля. Гель пляж 147. Травяные сборы по 147,1 в подарок. Зубные пасты 7 штучек было. По 110 взяла. Ночной крем Dream Therapy 221. Крем солнцезащитный 210. Это я по купонам брала. По молочку после загара 184. Масло спрей 259. Это все либо по купонам, либо по Випу. Еще, кстати, был порошок по Випу из корейской сферы. Клиентка уже сбрала тоже. Пена для ванны 122, крапива по 96. Все вот эти алоэ, медовые. Вот стиральный порошок 270. Мыло цветочное по 88. Детская влажная туалетная бумага. Две штуки по 147. Одна за рубль. Шампунь пятноводитель для чистки ковров 118. Пробники 15, 20, 20, 25, 25, 15, 25. Портужор 50, 4, 2. Фортунато 20. В общем, вот такие вот цены. Бальзам для губ 66. Каталог 25. Салфетка для стекла 122. Органайзер для витаминов 110. Набор прихваток 1021. Аплата 149. Общая, сколько у меня, 58 баллов и 7. Это я добирала, потому что у меня был прошлый заказ. 11,389 общая цена со скидкой. 8,393 что-то потом, наверное, доставка что-то прибавилась, не знаю. Да, наверное, 8,673 и минус 1700. Тут у меня объемная скидка. Как-то так. Такие вот у нас получились. Цены. Такой у меня заказ. Как-то так вот вышел все нужное. Да, ну и пока дешево, сердито, беру маленечко в запасы. Девочкам, себе и так далее. Всем хорошего дня. Спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Всех благодарю. Будем надеяться, что погода к нам отличная вернется, солнечная, да, и порадует нас. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.